также у нас была с моим партнером ивент компания компания по мероприятиям мы проделали несколько ивентов у нас были аукционы мы продавали старинные картины у нас были ивенты где граффити художник на пяти холстах огромных метр двадцать на метр пятьдесят за вечер просто для корпоративной компании делал роспись в стиле граффити и они повесили это у себя в офисе в компании и самое интересное что мы создали такой интерактив где каждый представитель этой компании приходил и оставлял где-то там свою роспись или спреем делал какую-то деталь понятно под курированием этого художника но это было очень интересно и 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 этот опыт работы с художниками представителями богемы юаровской я просто влюбилась в эту культуру я влюбилась в этих людей это они кстати очень похожи с русскими именно культура перекликается вот знаете что там что то есть в них от нас а у нас от них у меня было таких проектов художественных в 2018 году я стала писать картины опираясь на некое исследование которое я провела она мне просто вот откликнулась да это женские архетипы и я решила что мне нужно написать несколько картин про женщин именно вот эти архетипы женщин потом это сейчас это уже причем мое исследование она продолжается очень скоро будет новый интересный проект над которым я сейчас работаю я могу сказать что вот мое исследование и в течение пяти лет уже кое она меняет свою векторальность до меняет направление но центром остается женская история женская энергия влияние женщины на наш мир позируясь на художников таких как джорджа киев видео и вот эти цветы я написала свою серию работ две картины были проданы остальным еще в наличии я сейчас пока их не продаю потому что это я готовлюсь к персональной выставке ближайшее время мне необходимы эти картины это картины которые символизируют женщину в разных ее ипостасях в разных ее архетипах дальше у меня была серия работ а сити скейпе когда я очень скучала по петербургу я написала несколько работ именно питера радости картины были проданы осталась только одна в наличии у моего мужа на этой картины очень дорожит все остальное было распродано другие страны у меня я скажу так вот знаете я читаю очень много биографии художников да и у каждого я нахожу они перекликаются со мной никаких больники страдания да вот в плане именно пути художника меня это радует потому что мне кажется что я одна такая знаете со своей со своими страданиями здесь нахожусь выясняется нет у нас всех художников есть некие единые рэпером и и такие крюки за которые нас зацепило и мы вот тащимся на не знаете есть такое явление как художник должен быть узнаваем до него должна быть либо серия картин либо его на единая техника то то что его рука его маски или какая и какой-то медиум вот я достаточно долго искала свой медиум я пробовала варианты он 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 Субтитры сделал DimaTorzok И мне всегда говорили, вы еще ищущие художники. Я говорю, вероятно, вероятно. И мне это нравится, мне нравится сам процесс, результат мне тоже нравится. Я, кстати, должна сказать, что я не оставила свою идею написания картин по архетипам женщины. Они так у меня и сидят в голове. Их уже несколько написано. Осталось написать еще 3-4, и будет просто законченная коллекция картин именно под одну выставку. И уже идут следующие картины. Совершенно другая тема, другой техники. Сейчас я рисую диджитал, и мне очень нравится рисовать иллюстрации. Но, однако, от картин я не отхожу. Я вам рассказываю свой путь для того, чтобы вы понимали, что перед вами сидит практикующий художник. Человек, который проходит самостоятельно путь творца. Человек, который постоянно ищет и постоянно что-то создает. Я получаю от этого удовольствие, я вас призываю точно так же получать удовольствие от своей работы, от процесса. Да, я уже говорила в своих других видео. Воспринимайте ваш путь как игру, и тогда вам не будет так больно. Субтитры сделал DimaTorzok Моменты вам приносят финансы. Какие-то нет, какие-то просто моральные удовлетворения. Но это всё путь, и нам нужно наслаждаться. Когда открывала вот этот канал, идея была такова – запечатлеть свой путь. Камнями можно закидать каждого. А вы попробуйте встать на этот путь и делать то, что вы любите. Я пошла наперекор всему. Я была успешным юристом. У меня была своя компания 10 лет. Я могла продолжить стать адвокатом, но я никогда бы не была счастливой. И не была тем, кем я являюсь сейчас. Для меня творчество – это не просто хобби и не просто желание выразиться. Это моя жизнь. Я здесь сейчас с вами делюсь сокровенным и хочу, чтобы вы понимали, что, выходя к вам, я это делаю от души, с удовольствием. И для того, чтобы показать, что всё возможно. Независимо от того, сколько вам лет и в каком направлении вы не двигались, если у вас есть страсть, а у меня это страсть, вы просто должны это делать и не бежать от себя. В такой момент я очень часто думала, где применить. Я же юрист, мне же нужно применять свои наработанные знания. Я решила, что одним из направлений у меня будет, так как я автор, так как я творец, я создаю, я буду помогать защищать авторские права художников. И не только. Вот это и является одной из причин, почему также я нахожусь здесь с вами, для того, чтобы освещать какие-то вот такие вот моменты, некие факапы свои и чужие. И помогать вам выходить из такого рода ситуации. Я снимаю свой путь, свой путь художника со своим опытом, как это у меня получается. И куда мы с вами придём? Куда? Давайте посмотрим. Мне очень интересно. А вам. Спасибо огромное. С вами была Наташа Нелл. А вам прекрасного настроения и отличного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok